В традиционной системе образования считается, что у ребенка не то, что нет мотивации, не важно, какая у него мотивация, не важно, что у него внутри, но есть мы. Мы ставим задачу, мы его, значит, прижимаем к ногтю, мы его с одной стороны, значит, поджимаем, не выпускаем гулять, а с другой стороны поджимаем оценками, и, значит, под этими бирогами он движется в правильном направлении. Сам этот подход того, что он не решает, а мы решаем, и ему не нужно понимать, зачем это, как это, и хочется ли ему это. Он меня повергает определенным ужасом, потому что продуктивность процесса, который мы человеку принуждаем, она на несколько порядков ниже, чем когда человек делает это по доброй воле и когда боюсь внутренней мотивации. Я думаю, вы сами прекрасно по себе это знаете, что, когда, например, у вас возникает по работе идеи, ну, по работе какая-то задача, во-первых, скучная, во-вторых, вы знаете, что она бесполезна, то есть вы ее сделаете, но все равно ничего не получится, ее это не принесет пользу. Вот как вы будете перед задачей подходить, насколько быстро вы ее выполните, насколько вы вынуждитесь выполняя ее? Собственно говоря, с моей точки зрения, стоит заняться за счет внешней мотивации, особенно с детьми младшего школьного и дошкольного возраста, практически без перспективы. В силу возрастных особенностей у них очень мало произвольного внимания, то есть ресурса как бы силы воли, для того, чтобы они могли фокусироваться на чем-то, чем неинтересно, ради каких-то будущих, даюких благ. То есть если им что-то неинтересно, и мы это не делаем интересно, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Что бы хватило двум друзьям, делить надо пополам. Если я вам кидаю мячик с числом, который пополам не делится, то есть двум друзьям не хватит, вы, соответственно, тут же откидываете мне его обратно. А если делится, вы его ломите и говорите, что бы хватило двум друзьям, делить надо пополам и кидаете кому-то еще. То есть либо откинуть мне обратно сразу, либо поймать и снова откидываете кидаете кому-то еще. Что бы хватило двум друзьям, делить надо пополам. Два. Что бы хватило двум друзьям, делить надо пополам. А число? Десять. Что бы хватило двум друзьям, делить надо пополам. Восемь. Что бы хватило двум друзьям, делить надо пополам. Три. Вот этот момент, то что ребенка отжимают, он для нас привычен, потому что мы учились в школе образовательной, и хочешь не хочешь, но тебя отжимают. Тебе математика не интересна, или история, или химия, но тебя система жмет, что тебе надо вот это освоить. И мы, естественно, этот же подход транслируем в отношении своих детей, потому что другого мы не видели, и детка не видели. И вот этот сценарий, он заложен. И получается, что когда мы видим, что ребенок что-то может, но не делает, мы думаем, а он поразилит. Тебе вот так вот, а сладкое на ужин там не получишь, а там мультика не будет, ну и начинаем сжать. Извлекать способ, как лучше его дорестировать для того, чтобы он это делает. Почему он не читает? Почему она не читает комикс? Никита не читал два года комикса, я же искал стимулы там. Я сам делал какие-то книжки, ну как книжки, страницы какие-то, как мне казалось, которые должны его заинтересовать. Покупал всякие штуки, не шло. Я придерживаюсь политики снизить планку, снизить планку, положить на землю вообще. То есть сделать так, чтобы ребенок мог свои навыки, умения использовать так, чтобы чувствовать удовольствие, чувствовать свою успешность, чувствовать, что у него получается. И в этом случае, вот когда у него получается, он нарабатывает некую базу, некий атоматизм вот с такой планкой. И мы планочку можем уйти. А когда мы ставим на старую планку, дружище, прыгать, я больной, да? Я не прыгну столько. Или прыгну один раз, я там травму получу, я не буду так. Так страшно, положим планку на землю, а нам надо за лето научиться читать. А вдруг за лето не получилось? Такое есть, но быстрее практика показывает, что быстрее получается. Знаем последовательность числа. То есть он может сказать один, два, три, четыре, пять, шесть и до десяти. И даже сказать это, например, двигаясь по этим пушкам. Один, два, три, четыре, пять, шесть, да? По лестнице, может даже деревья вот так вот пересчитать, пальчики пересчитать. Значит, не пересчитать, а произнести счетовку. Это примерно как «эники, бэники, ели вареники». А вот, друзья, это то, что «эники, бэники, ели вареники». Мы смотрим. Ребенок знает числа. Что должно предстоит дальше? Естественно, это означает, что он должен производить арифметические операции. То есть, знаешь числа, считай, куда пошло стоит. Арифметические операции. И взрослый, когда добился вот этого, он берет, значит, ну что, давай, значит, совершать арифметические операции. А ребенок их не очень-то совершает, как-то не идет делать. То есть, говорит, давай, не старайся и, значит, живет. Потому что вот здесь есть какие-то пропущенные изменения, которые взрослые, которые, естественно, считать умеют, он их не чувствует, не понимает и не видит. А они есть. Вот что-то здесь, между умением повторить, умением, там, не знаю, сложить 5, яблок и 3. Какие? Что там посередине сидит? Это образ числа. Что? Что? Сокрыто за числом 3, допустим. Что это не просто третий вот этот вот, а третий вот этот вот точка. А это образ числа, это отсюда и вот отсюда. Вот это вот 3. Вот это вот не только дети, но и взрослые. То есть, мы видим вот эти вишенки и мы автоматически знаем, что вид 2. Мы их не считаем. Мы знаем, это 2, это 5. Мы знаем, что это 5. Мы не считаем. И когда мы видим какое-то количество объектов, мы сразу скрываем это число. И развлекать это у себя в голове очень сложно. Я вас сейчас погружу в это состояние, чтобы получше поняли. Алфавит. Вы знаете, да? Вы знаете. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. Вот здесь в букву возьмем. От А до К. И давайте предположим, что у нас А в нашей новой системе исчислений, которую мы сейчас будем использовать, это 1. В это 2. В это 3. Г это 4. Д это 5. Ну и так дальше. Да? Получилось. То есть мы вот сейчас погружаемся в некое такое состояние. Мы знаем последовательность. Мы точно знаем, что после В идет Г. Прыгаем сюда. Сложите, пожалуйста, В плюс Д. Может быть, огнем поменьше? Да. Чувствуете, да? Например, наверняка вы, как и я, знаете людей, которые не могут привести дроби к одному знаменателю. Знаете? Или которые могут их привести к одному знаменателю, но не могут объяснить, почему так. или, посмотрите, например, в классике. x плюс y равно z. Как определить x? x равно z минус y. То есть переносится с отрицательным знаком. Почему переносится с отрицательным знаком? То есть этот вопрос в рамках школьной программы, он даже не звучит. Ребенок знает, что надо переносить в другую часть с отрицательным знаком. Задачи выполнены галочку «молодец и гидатель». Например, типичная ситуация, когда вертый-требертый, говоря «дружище, а сейчас мы будем учиться с хворой». Для начала ты выучишь таблицу сложения. 7 – это 6 плюс 1, 5 плюс 2, 3 плюс 4, 1 плюс 5, 6 плюс 2. И так далее. Значит, выучимы, и тогда, значит, ты будешь вместо работы. Ребенок у нас может еще вот здесь находиться. Он, значит, это лучше. И теперь может решать, к примеру, типа 6 плюс 1 равно 7. Но это не значит, что он настроил это действие, потому что на него вообще не очевидно, что 7 минус 1 – это 6. Разрыв между этим часто вызывает какие-то проблемы. А еще детям встречают считать на пальцах, да? Ты уже большой, ты уже умеешь считать так, давай без пальца. Так вот, с моей точки зрения, самый лучший вариант, некий идеальный вариант, чтобы ребенок осваивал вот эти вещи на предметном уровне столько, сколько думал. Ну, то есть, смотрите, мы играем, допустим… То есть, на самотек? Не на самотек, а обеспечить, обеспечить повтор. Не, 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 не шагнуть дальше, если его… А куда мне… Ну, смотрите, мы играем в двух один шаг. То есть, бросается хвост, не кости какое-то количество точек, сколько уйдя точек, сколько шагов ты делаешь. Ну, интересное дело, нормально, да? Можно заниматься этим часа два-три. В «Монополию» они играли четыре часа или чуть-чуть вообще, с ума не сошел, потому что играли, ну, просто… Это сложно. Ну, им интересно, они готовы страдать от этого, там, считать эти карточки, им нравится. Брать деньги, ну, для них это оказалась тема. Хотя она… ну, ладно, мне не нравится, потому что очень долгий, нет конца, и она спроектирована так, что у нее нет конца. Вот. И бросает кость, надо пересчитать количество точек. На первом этапе освоения чисел ребенок считает точки. Ну, то есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, три считывания. Через какое-то время он уже запоминает, что, когда две точки – это два, можно уже не считать раз-два. Но куда он делится? Это запоминается. Через какое-то время он запоминает, что три – это уже три. Потом он уже смотрит и идентифицирует количество. Ну, то есть, узнает граффу. То есть, у нас вот это предметное действие, да, вот именно пересчет. И хочет, может, мы какую-то новую увидеть. Мы можем взять еще кубику из его конструктора и сделать новую двойную точку. То есть, мы вообще точку берем, напишем числами на выше стиле. Можем? В легкую, в легкую, да? И вот, мы уже там еще раз, то есть, мы планочку, плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю, подтягиваем. Потом мы уже хитрецит наберем вторую точку. Давай, блядь, в ту бую, в ренту, где можно отходить сразу далеко. Давай. Беру две кости с точкой. Или одну с точкой, другую с числами, да? Ну, начинаем с точками, допустим, мы бросаем кости. Там уже надо считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Один, два, три. Через какое-то время он соображает, что на первый костюм может уже узнать, сколько, что там шесть. Начинать считать уже, как бы, шести, что здесь шесть. И надо досчитывать здесь, считать за счетом. Семь, восемь, девять. То есть, уже метод счета досчетом, то есть, он уже верит, что там шесть, он не верит. Через какое-то время хоп-хоп-хоп. И вот на таком, как бы, простом действии, если вот так вот подращивать, мы можем спокойно затянуть до уровня того, что он будет кидать два, две кости. А вот, где будет эта навыка шести написано числами, и знать, сколько это сумеет. В навыке написания вот этих букв есть не только умение повторять их форм. Там, на самом деле, сложнейшие глазодвигательные такие механизмы, мелкомоторные, которые можно развивать абсолютно безотносительно самого навыка письма. Рисование мелких гравюр, подцарапывание, мелкое мастерение, чего бы то ни было. Вот микролепка, потому что можно же лепить из пластилина у каких-то больших масштабов. А можно показать ребенку, как из точечек, из маленьких шариков пластилина формировать картинки. Мозаик. И вот по мере того, как у него нарабатывается психофизиологический аппарат, правой или ведущей руки. Вы даже можете почувствовать, вот вот не ведущая рука, вот как она ощущается, вот ведущая. Настолько выше чувствительность, вот даже так. Ведущая рука, она, если что, эксплуатирует под себя где-то четверть поверхности двигательной коры. То есть, вот у нас есть в коре двигательная зона, и вот четверть этой зоны – это ведущая рука. Представляете столько? И чтобы она вот сформировала такие механизмы сложного управления, и оттянула на себя такую часть двигательной коры, собственно говоря, нужно ее развивать. И развивая ее вот всякими такими делами мелкомоторными. Когда ребенок просто развивает чувствительность руки, дефицитенциальную чувствительность, мелкие движения. Когда он научается совершать мельчайшие движения, причем не важно, что он говорит, он может, не знаю, завинчивать шурупы, лепить или штриховать. Там, ну, везде это будут мелкие движения. И по мере того, как для него это становится все проще и проще, его вот этот аппарат становится все совершеннее, для него задача о сохранении крепости становится все легче и легче. И в какой-то момент мы можем взять с ним и взяться за это дело. И это от него потребует, допустим, написание буквы А. Если мы за это возьмемся не вовремя, его потребует, предположим, 2000 повторов. А если мы сначала разобьем руку, ну, то есть, механизм на чем-то другом, от него потребуется, предположим, 20 повторов. Если разберем меньше. Сразу вспомнил случай, когда мы были на секции на одной, и я, соответственно, наблюдаю, как там ребенок собирается, общается с нами. И их разговор, как-то так, заходит в такой рост, потому что она спрашивает маму. Мама, а почему детки своих мам любят? Вот такой вопрос. Интересный. И мама, как и многие родители в такого рода ситуациях, когда ей задает какой-то вопрос, который так вот стоит, ответишь, говорит, ну как, ты же маму любишь? Ну да, люблю. Ну вот и все. Как-то так. Ну или там, потому что, потому, начинается на ум, окончается на ум. Такие ответы взрослые. Или, ну потому что так. Или, иди их там, занести, а не выпрямь, демо отстанет. И меня вот эти ситуации каждый раз ставят в тупик. Просто ее, френа, ну, каждый раз в демо раз. То есть сначала ребенку не отвечают ни вопросы, не стимулируют нему вот создание этих вопросов в голове. А это ведь сложная вещь вообще, чтоб вопрос возник, это уже такая непростая штука, собственно говоря, с которой все и начинается дальнейшее исследование. То есть эту блокируют, а потом он идет в школу. И говорят, ну вот, детям-то ничего неинтересно нынче. Смотрите, у литературы есть вопросы. Мы начинаем на него отвечать. Оказывается, что наш ответ неинтересен. У нас будет следующий вопрос. Что это может быть? Первое, ну, мы не то отвечаем. Мы не улюбились этим. Второе, ребенок, не знаю, не ставил перед собой задачу получить наш алкоголь. Вот, надо объяснять скорее всего. Я здесь скорее взгляду по невиновности, что действительно мы отвечаем не то, что ему интересно. То есть не то, что он может понять, не то, что ему... Ребенок развивается и дозревает. У него появляется все больше возможностей. У него в соответствии с этим появляются новые интересы, новые познавательные потребности, новые возможности. Все это развивается вот так вот вместе и выступательно. И для каждого вида деятельности, который ребенок остаивает, есть, как правило, в процессе, на этапах этого развития, какой-то наиболее удобный момент. Например, школьные программы, какие-то у нас вы видите, они зачастую не дают возможности ребенку осваивать то, к чему он склонен. И это является проблемой. Потому что, например, ребенок не готов к чему-то писать с ней, в принципе, не радует ему этот аппарат. Он в силу индивидуальных особенностей, жизненного образования, в силу жизни. А ему в школе надо писать. Его заставляют это делать. У него спазм другая, у него истерики, у него такой почерк, у него отвращение к этому виду деятельности. Если бы мы подождали, не знаю, полгода, может быть, у нас будет более оптимальный период. Ну, если бы хотя бы просто снизили темп, снизили план, снизили плоды, снизили стресс, исходя из того, что для него высокий стресс. Спасибо за субтитры!